МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа о бизнесе. Вообще, вот ваша деятельность, это про что? Про творчество, про бизнес? Я думаю, что и про то, и про другое. Просто повезло, что творчество становится бизнесом. Все-таки есть бизнес-бизнес, когда, предположим, ты чистой торговлей занимаешься. У меня высокоинтеллектуальная работа, что издательство, что консалтинг, что выступление. Это все такое искусство, которое навременно является бизнесом. Почему вы выбрали именно этот путь? Почему вы отказались от успешного наемного топ-менеджера и стали свободным художником? Ну, я все делал под давлением. Сначала я с большим удовольствием преподавал в институте. Я после окончания института остался там преподавать. И я был очень жестким преподавателем. И студенты с большим трудом выносили мой гнет, мои требования жесткие по посещаемости, по учебе, на экзаменах. И они говорили, Игорь Борисович, вы такой умный, что вы делаете? В институте идите деньги зарабатывайте. То есть студенты... Студенты вытолкнули меня из института в бизнес. А в бизнесе меня вытолкнули с наемной работы стать предпринимателем. Опять же, некие обстоятельства. Миша Иванов, мой партнер по издательству, в какой-то момент предложил с Мишей Фербером сделать издательство. Ман Иванов и Фербер. Мы его сделали. И они год меня уговаривали уйти с работы наемным менеджером, директором по маркетингу, стать предпринимателем. Я долго сопротивлялся. Единственное, о чем я сейчас жалею, что я зря долго так сопротивлялся. Нужно было согласиться быстрее. Больше бы лет было издательству, больше бы мы смогли достичь. Вы параллельно запускали, получается, бизнес с наемным трудом? Вы оставляли себе страховку? Да. Я работал в компании, которая разрешала 20% своего времени инвестировать в личные проекты, которые не были связаны с деятельностью компании. Я занимался тогда телекоммуникациями. И когда мы придумали проект издательства, я пришел к своему генеральному директору и сказал, «Йохан, можно я буду заниматься издательством?» Он сказал, «Вообще проблем не вижу, занимайся». И я вот так совмещал некое время. А потом было понятно, что издательство гораздо интереснее и гораздо круче. И действительно, мы увидели, что мы… Знаете, здесь такой момент переломный. Более 90% компаний не доживают до первого года. И поскольку мы этот год отпраздновали, было понятно, что такая точка запуска, выхода на орбиту достигнута. И можно на этой орбите теперь просто работать, работать, подниматься выше и выше. И я больше не работал наемным менеджером с того времени. Вот очень интересный опыт с издательством. Вы зашли на очень конкурентный рынок. И за короткий промежуток времени вы стали номер один в области деловой литературы. Что вам позволило это достичь? Это работа. Ну, вот я могу сказать, что мы очень много работали. Но мы работали не только руками, мы работали головой. Поскольку все три учредителя, Миша Иванов и Миша Фербер и я, все были специалистами по маркетингу, мы очень много маркетинга добавили в свою работу. Формально за маркетинг отвечал я, но Миша отвечал за фермер, за производство, Миша Иванов за управление, за финансы. Но мы понимали, что если кто-то предлагает какую-то хорошую идею по маркетингу, чтобы ее не реализовать. И вот просто помню, как мы искрили идеями, спорили на наших стратегических сессиях и самое главное делали. Вот мне кажется, что фраза, которую я в 2009 году сформулировал, а издательство 2005 года, на самом деле должна была родиться раньше. Я говорю, что самое главное, если ты хочешь успеха добиться, это знать, что делать, знать, как делать, взять и сделать. И вот мы все знали, что делать. Мы находили возможности, как это сделать. И самое главное, мы это делали. И вот тут очень была высока роль Михаила Иванова, который оказался таким очень жестким управленцем, заставлявшим нас, креативных людей, творческих, доводить дела до конца. Жесткие протоколы, жесткие планы действий, жесткий тайминг и от одной задачи к другой. Главное делать. Когда вы поняли, что издательство может стать номер один после старта? Я думаю, что это случилось на третьем году нашей работы, когда я услышал от Миши Иванова такую новость, что продается Стокгольмская школа экономики. И я сказал... Продается? Продается. Издательство Стокгольмской школы экономики. Не сама школа, а издательство. Я сказал, давай купим. И мы посчитали, конечно, у нас явно не хватало денег, но мы на это замахнулись. И когда мы купили, смогли интегрировать Стокгольмскую школу экономики в свой портфель, я понял, что вот это только начало. И может быть тогда, наверное, действительно, если бы мы это сделали через год, через два, все бы было, наверное, еще плавнее, еще эффективнее. Но если мы тогда смогли, я подумал, что все, предела нет. И вот Михаил очень здорово тогда интегрировал портфель Стокгольмской школы экономики в наш портфель. Вот просто, я еще раз говорю, команда тогда сработала просто идеально. Я тогда подумал, что вот, наверное, мы можем гораздо большего. Но Михаил Иванов, он с самого начала говорил про то, что он очень бы хотел, чтобы издательство стало лидером на рынке. Я был очень консервативен, и, ну, может быть, это и помогло нам, потому что при старте я придумал очень замечательную модель, которая позволила нам занять такую хорошую нишу, из нее уже стартовать. Я придумал модель, что мы продаем одну книгу в месяц. И если Михаил первоначально рассчитал портфель, что мы должны там делать 50, 60, 100 книг, как другие издательства, и на этом расти, зарабатывать, я сказал, стой, давай вот мы сделаем по-другому. Такая, никто так никогда не делал, одна книга в месяц. Но мы ее будем делать очень хорошо. Мы будем ее запускать на рынок, как блокбастер. И у нас будет такой очень хороший длинный хвост, и мы на этом заработаем. И реально модель выстрелила, никто не верил, что она выстрелит. Все говорили, что невозможно заработать на 12 книгах. Но мы на 12 книгах купили Стокгольмскую школу экономики. То есть вот это был такой... Ну, я еще раз говорю, что и я был молодец, и Миша Иванова был молодец, и Миша Фербер был молодец. Просто у нас получилась такая классная команда, и поэтому, наверное, еще один из уроков, который я бы мог дать любому предпринимателю, если ты не работаешь один, у тебя должна быть очень хорошая команда. Это яркий пример издательства развития семейного даже бизнеса в такую публичную компанию. Если я не ошибаюсь, сейчас уже двух Михаилов нет в бизнесе. Нет. Как это произошло? А почему вы остались? Ну, просто у каждого своя мотивация была при старте и, наверное, при выходе. Михаил Фербер больше устал и не хотел работать больше ни на кого. Он вышел из бизнеса со своей долей, получив деньги за свою долю, и практически наслаждается жизнью. Миша Иванов выиграл грин-карт, занимался активно айронмен, и подумал, что, наверное, такой вот возможно начать вторую жизнь в другой стране и больше уделять время своему любимому айронмену. Я в тот момент уже, когда мы расставались, я был увлечен другими проектами, и для меня издательство было как взрослый ребенок. Знаете, вот когда у тебя несколько детей... То есть ты уже отпускаешься? Да, ну, это аналогия. У меня есть взрослый сын и маленькая дочь. Ну, относительно маленькая дочь. Сын 26, дочери 14. И, конечно, ты уделяешь внимание подростку, дочери, ты воспитываешь ее. А чего воспитывать 26-летнего сына? Поэтому, по большому счету, для меня издательство – это такой взрослый ребенок, стоящий на ногах. Какое у него будущее вот сейчас? Он превратился действительно в машину такую. Огромное количество выпусков книг. Я могу сказать, что у нас очень амбициозные планы. У нас очень амбициозные планы. Я бы не хотел про них говорить вслух. И не только потому, что я боюсь сглазить, я не боюсь сглазить. Просто не хочу, чтобы про них знали конкуренты. Вы сами говорите, что надо заявлять свои цели, чтобы они были публичными. Да, не сейчас. Не сейчас. Но у нас очень большие амбиции. Мы растем каждый год. И на падающем рынке это очень хороший результат. Я думаю, что абсолютно все сотрудники, я увижу их через 10 дней, мы встречаемся на такой Новый год. Мы традиция два раза, поскольку у нас издательство в основном дистанционная работа. У нас маленький офис 60 квадратных метров и больше 120 сотрудников, работающих в пяти странах, в десятки городов. И мы встречаемся два раза. На день рождения летом компании и зимой на Новый год. Мы увидимся, я думаю, что все будут счастливы, акционеры и сотрудники. И от того, что мы сделали, и от того, какие у нас будут планы. Вот я думаю, после встречи зимой я смогу озвучить наши планы. Если говорить об издательстве в цифрах, какой объем книг сейчас в год выпускается, какой оборот компании, какая капитализация? Мы перешагнем в этом году оборот в миллиард рублей. Новинок мы выпустили больше 300. У нас какой-то бэклист, уже приближающийся к тысяче книг. Но я думаю, что это ничего не скажет и нашим слушателям. Единственное, что если они хотят повторить наш успех, они должны понимать, что это не происходит одномоментно. Сколько лет компании сейчас? Мы будем праздновать 12 лет в следующем году. В этом году мы отпраздновали 11. Я обычно, когда рассказываю про... Я написал книгу, которая называется «Номер один». Меня часто спрашивают, как сделать компанию «Номер один». Я обычно говорю, что... Представьте себе, что у вас есть такой квадрат, который стоит на четырех сторонках. И вот верхняя часть – это ты должен казаться компанией «Номер один». Ну, я думаю, что издательство кажется издательством «Номер один». Мы действительно яркий маркинг, хорошие управленцы и... Да, спасибо. И классные книжки. Вторая грань – это ты должен получать доход. Ну, потому что глупо, когда ты номер один, и при этом ты в убытках, или у тебя небольшой доход. Третья грань – ты не получишь большой доход, если у тебя нет хороших отношений с клиентами. У нас большое количество клиентов-фанатов. Ну, просто в качестве подтверждения я могу сказать, что я больше горжусь не тем, что у нас большой оборот, а тем, что у нас невероятно высокий индекс Net Promoter Score, индекс лояльности клиентов по отношению к твоему бизнесу. У нас он 87%, у Apple 73%, у самой крутой американской компании, банка USA, 87% тоже. И ты не можешь этого ничего сделать, ни клиентов, ни с клиентами хорошие отношения не иметь, ни доходы не получить, ни репутацию создать. У тебя нет основы, если у тебя нет классной команды. Вот все стоит на сотрудниках. Поэтому сотрудники, клиенты, доходы, репутация. И все это очень сильно взаимосвязано. Интересно. Вы говорили о том, что издательство сейчас для вас – это взрослые сыны. А кто вам, кто для вас в бизнесе, младшая дочь? Я каждый год запускаю новый проект. Я сейчас очень болен проектом Кросту. Кросту – это голубой океан. По факту это такой агрегатор маркетинговой технологии, сервисов, услуг и инструментов, каждый из которых увеличивает продажи. Грубо говоря, это не база знаний, а база умений и действий, которые, применяя предприниматель, может расти. Все-таки надо признать, что очень много информации в мире, очень много знаний. Людям уже нужны умения и действия. И вот как раз мы это даем. Есть тарифный план, который дает только умения, есть тарифный план, который дает умения и действия. То есть, если даже человек не хочет это делать сам, мы можем его заставить. Если он не заставляется, мы сделаем сами. Но мы обязательно получим для него результат. Как в цифрах обстоят дела сегодня? Количество пользователей, активных пользователей? Про Кросту? Про Кросту, да. Оно приближается, ну, оно уже перевалило за 50. Это в три раза меньше, чем я ожидал по первому году работы. Но надо признать, что есть масса ограничивающих факторов. То, что это голубой океан, то, что невозможно объяснить, что это такое. Очень многие люди не понимают этого. И очень многие люди, понимая, что их заставят делать, они не соглашаются. Вот все-таки очень узок рук предпринимателей, которые бы реально хотели расти. Ну, ты вот выходишь в аудиторию и говоришь, кто хочет расти? Все хотят. А кто для этого готов что-то сделать? Вот так руки все убирают вниз, никто не готов делать. А это реально просто, ну, это как бы осознание. Для правильного предпринимателя это такая таблетка спокойствия. Ты знаешь, что ты знаешь все. Для неправильного предпринимателя это некий раздражитель, что, блин, я столько не делаю, я столько не знаю. И вот теперь у меня разрыв между тем, что я не делаю и не знаю, будет еще больше. Поэтому я понимаю, что многие не хотят подписываться на Кросс, только из-за того, что они будут понимать, что я знаю, что ничего не знаю. Но с другой стороны, как я уже говорил, 90% бизнесов не переваливают через первую годовщину. Мы перевалили. У нас очень амбициозные планы. У нас планы по доходам, по прибыли, наверное, по обороту, точнее. По обороту в 4 раза больше, чем мы заработали в этом году. Но мы сейчас округлимся. То есть у нас финансовый год закончится в декабре. По факту мы праздновали день рождения. То есть мы решили, что теперь мы не будем жить от дня рождения к дня рождения. Это реальный бизнес. Мы будем жить, как все бизнесы, от 1 января до 31 декабря. Но вы уже в операционном плюсе? Мы стали операционным плюсе после 7 месяца работы. Вот я очень этим горжусь, потому что... Хороший показатель. Да, потому что мы большие молодцы. И когда меня спрашивают, за счет чего, я говорю, ну вот смотрите, Кросс-то это набор инструментов. Я посчитал, что мы используем 45% инструментов, про которые мы рассказываем. И именно поэтому мы выросли. Так раз, очень хорошее подтверждение того, что вроде бы как ты сидишь на маркетинге, на маркетинговых инструментах, ты их применяешь, у тебя такой хороший результат. Но я могу точно так же сказать, что как только я вижу какой-то классный инструмент, который может применить мое издательство, я в любой свой бизнес отдаю эти инструменты. Ну, естественно, бесплатно. Подписывая право собственника акционера. Вот складывается впечатление, что у вас очень много сферы интересов, но при этом вы сами говорите о концентрации, да? То есть на том, чем ты занимаешься. Расскажите, как это у вас сочетается? Дифференциация и концентрация? Я просто отпускаю бизнес в некий момент. Ну, предположим, при старте я очень-очень вовлечен в этот бизнес. Сейчас Кросту, ну вот я хочу, мы хотим сделать Кросту 2.0, и вот после этого я его тоже отпущу. Я думаю, что это произойдет весной следующего года. И у меня есть следующий проект. Это проект, который называется «Манч Римных и партнеры». Это маленькая компания, которая специализируется на маркетинге и продажах недвижимости. Сейчас недвижимости не очень хорошо, но начнется подъем экономики, и опять начнется бум строительства, потому что у нас очень мало построено, по сравнению с другими странами, начнется жесткая конкуренция между застройщиками. А мы очень хорошо умеем заниматься маркетингом объектов недвижимости, и очень хорошо умеем продавать построенную недвижимость, неважно, коммерческая она или жилая. Поэтому я думаю, что в следующий год я буду в основном весной и летом, зимой заниматься этим проектом. И самое страшное, то что вчера я получил, позавчера я получил предложение войти еще в один проект, и он мне нравится. Я просто сейчас в ужасе думаю, как я все успею. Но у американцев есть очень интересная поговорка. Если хочешь, чтобы что-то было сделано, поручи это занятому человеку. Я занятый человек, и если мне что-то поручить, или я сам себе это поручу, я это сделаю. Вот очень интересная ваша мысль о том, чтобы отпускать бизнес. И Сахадис об этом как раз говорит, что в России очень тяжело, чтобы собственники отпускают свой бизнес. Вы действительно считаете, что на определенном этапе создатель должен уметь отпускать свой бизнес? Или же нет? Или все-таки более эффективно в нем оставаться? Я думаю, что эффективно в нем оставаться, потому что ты действительно на нем фокусирован и сконцентрирован. Но если ты такой, ну, летун, как я, ну, то есть ты действительно прыгаешь от бизнеса к бизнесу, и тебе все интересно, наверное, иначе никак нельзя. Вот тогда точно бизнес начнет страдать, когда ты ему не уделяешь какое-то количество внимания. Вот почему очень хорошо, что у нас разница между детьми, там, 12 лет. Старший вырос, на младшую можно обратить внимание. Ну, уж я думаю, что, ну, все-таки я соглашусь с Адизисом, не соглашусь с Адизисом. Он говорит, надо отпускать, давать, наверное, он имеет в виду управление... Аднестрировать, строить бизнес-процессы, да, профессиональным менеджментом. Профессиональным менеджером, может быть, на определенных этапах. Но поскольку я говорю сейчас про малый бизнес, про средний бизнес, я отдаю партнерам. И, как я уже говорил, для меня очень важно, у меня нет ни одного бизнеса, в котором у меня нет партнеров. У меня везде есть партнеры. И я всегда отдаю бизнес партнеру, и я знаю, что бизнес в надежных руках. У меня очень хорошее отношение со всеми моими партнерами. Вы человек, который знает, как правильно ставить цели, а вот по бизнесам складывается впечатление, что вы берете вообще разноплановые бизнесы, вы можете отреагировать на предложения, которые вам поступят. Вот как вы выбираете, чем заниматься? То есть вот как? Я обычно говорю, что бизнес делается либо ради денег, либо для души. Но я еще делю проекты так. Есть проект, который ты делаешь ради спортивной злости. Вот издательство было сделано из-за спортивной злости. Миша Иванов дожал меня в какой-то момент, чтобы я вошел в издательство, процитирую одного журналиста, который сказал, я уважаю Игоря Ивановна, он хорошую книжку написал, но вот если он станет миллионером, я его еще больше зауважаю. И когда Миша пришел с этим журналом, он говорит, ну что, будешь ты на это с миллионером? И мы с Мишей прямо ударили по рукам и говорили, давай, хорошо, я работаю в издательстве до миллиона. То есть вот оборот, когда был миллион долларов в издательстве, я ушел. Другой бизнес делается ради того, чтобы просто прокачать себя профессионально. Скажу, у меня есть бизнес, который называется Литмашина. Это очень такое интересное агентство интернет-маркетинг, которое специализируется на нескольких вещах. Построение высокоэффективных сайтов, повышение конверсии, продаж сайтов, работа в социальных сетях, онбаунд-маркетинг. И я не очень хорошо понимал тему интернет-маркетинга. И я понимал, что если я не начну ей заниматься изнутри, я никогда ее не освою. Поэтому я сейчас, несмотря на свой возраст, неплохо разбираюсь в вопросах интернет-маркетинга. И я вошел в этот бизнес только для того, чтобы знать, какие ты бизнесы заходишь ради денег. А некоторые ты начинаешь, потому что это может быть твоя визитная карточка. Я уверен, что к росту, как Голубой океан, через некоторое время действительно будет ассоциироваться со мной, как раньше ассоциировалось издательство. Потому что всем захочется рост. То есть люди поймут, что это самый простой способ знать то, что они не знают, и заставить работать себя и свои команды под нажимом, под тем лекалом, которые мы предлагаем. Я вот зацеплюсь к словам «радить денег». У меня как бы впечатление было, что вы уже ради денег не занимаетесь проектом. Сейчас нет. Ну, раньше да, а сейчас нет. Что для вас деньги вот сейчас? Вы очень дорогой спикер, Игорь. Один из самых дорогих в России. Поэтому сказать, что деньги ничего не значит, это... Будет опрометчиво. Я, честно, не могу сейчас ответить на этот вопрос. Действительно, можно не работать. Не могу это представить. Не мотиватор вообще сейчас, честно. Тогда поговорим, знаете, о каком? Вы вот сказали... О чем-то другом давайте поговорим. Да, вы сказали вот об Иванове, о том, как он вас научил администрированию и контролю. Были ли еще наставники на вашем пути? У каждого своего партнера я чему-то учился, но самым моим главным наставником был Игорь Иванович Кретов, который ввел меня за руку в маркетинг. Мне просто страшно повезло с ним. Я думаю, что моими наставниками можно считать мои генеральные директоров, когда я был менеджером по маркетингу или директором по маркетингу. Они мне очень много дали. Поэтому я могу сказать, что повезло. Мне реально повезло на тех людей, которые руководили мной или окружали меня. Тут я счастливчик. Вот по пути движения у вас в бизнесе у вас меняются принципы бизнеса, парадигмы бизнеса. Есть какие-то изменения? Я думаю, что нет. Я для себя, когда сформулировал правила ведения... Ну, правила жизни, они же правила ведения бизнеса. И когда я написал книжку номер один, я эти правила частично в них опубликовал. Но я смотрю, что правила не меняются. Какие первые три правила? Очень тяжело сказать, какие первые три, потому что надо все. Ну, предположим, отдавай. Я считаю, что на определенных этапах менеджер, предприниматель, специалист не только должен брать, но и отдавать. Или правила «все всегда можно сделать лучше». Я не то чтобы перфекционист, но я свято верю, что любые вещи можно сделать лучше. Ну, и самого себя. Поэтому я такой неугомонный с точки зрения образования, там, поучиться, что-нибудь там, почитать. В этом плане, да, мне кажется. Я сравнений пока не знаю. 80 книг в год в 8 написанных... Я знаю таких людей, и они очень сильно мотивируют меня читать еще больше. Кто, например? Ну, предположим, я сейчас... Вот завтра я выступаю в Минске с семинаром, который называется «Тренды маркетинга». И один из моих настроек спикеров... И вот один из спикеров, с которым я завтра выступаю, поразил меня тем, что он читает больше 120 книг и на английском языке. И понятно, что он знает, ну, вот намного больше, чем я, но вот в теме трендов, он как раз специализируется на трендах, на стратегическом маркетинге. Он меня поразил. То есть он... Я ему про это не говорил, но просто реально я могу сказать, что в какой-то момент он страшно замокировал меня читать еще больше. Поэтому я считаю, что разные могут быть реакции у людей на то, что ты видишь. Но когда ты видишь кого-то, кто читает больше, чем ты, ты не должен думать, что, блин, я не смогу читать столько, сколько он, а ты попробуй. Но ты пойми, что ты не можешь читать 120 книг сразу за год на английском языке. Но я обычно говорю, начинайте с небольшого количества. Одна книга в месяц, две книги в месяц, три книги в месяц, четыре, пять, шесть. Вот так глядишь и догонишь. Что вас поддерживает на таком интенсивном пути именно, да? То есть вы же уже который год в таком режиме живете? Я думаю, что, во-первых, мои хорошие детские такие батарейки, гены и, естественно, занятия спортом. Если говорить о предпринимателе, что не должен делать предприниматель? Ох, я думаю, что это будет очень длинный список, но, наверное... Знаете, как тогда охарактеризм? У вас есть, как стать номер один, а правила неудачника. Вы могли бы сказать правила неудачника? Я просто ничего не делаю в соответствии с ним номер один, я даже сомневаться не буду. Я даже не читаю. Ну, мне кажется, все-таки предприниматель, вот если мы говорим про человека, у которого свой собственный бизнес, должен быть очень осторожным, потому что, ну, у нас сторона и возможностей, но и очень больших угроз. Должен быть оптимистом. Я даже не знаю, что добавить третья, но что реально у меня в голове прям вот хочется, вот не знаю, опять же там какой-то очень-очень длинный список создать. Давайте на этих двух вещах остановимся. Третий, наверное, еще он должен учиться. Вот все-таки я не понимаю тех предпринимателей, которые считают, что практика всему научит. Надо читать книги, надо смотреть такие программы, как ваши, надо читать журналы, надо ходить на тренинги. Ну, в общем, нужно постоянно развивать себя. Меня поразила мысль, которую я вычитал в одной из книг, что мозг человека работает на одну сотую процента. Одна сотая процента. То есть, если мы сможем заставить свой мозг работать в 10 раз больше на один процент, мы, конечно, не будем Эйнштейном, у которого мозг работал там на уровне 5-6 процентов, но мы точно попадем в топ самых мыслящих людей мира. Игорь, чем вы гордитесь к данному моменту в своей жизни? Что вы можете поставить себе в зачет, в большой? Ну, я готов всегда к ответу на этот вопрос, потому что я сам учу отвечать правильно на этот вопрос. Я, конечно, горжусь теми книгами, которые написал, в частности, книгой номер один. Удивительно, но эта книга не по маркетингу, но она очень здорово выстрелила, и она вошла в число топовых книг нашего издательства. Миша Иванов сказал, что она будет продаваться так долго, как долго продается Дейл Карнеги. Я надеюсь, что Миша не ошибся. Я, конечно, горжусь издательством «Манованов и Фербер», несмотря на то, что это уже, это может сказать, история. Я думаю, что мы сделали классный бизнес, который сейчас классно управляется командой. И я очень горжусь проектом Крош, что все-таки «Голубой океан» и выжить, и двигаться дальше, мне очень-очень нравится этот проект. Но я могу продолжать загибать пальцы, но, наверное, самое-самое – это вот эти три вещи. Кто Игорь Ман через 10 лет? Я очень надеюсь, что он в такой же хорошей физической форме, что он еще в большей интеллектуальной форме. Я просто несколько лет назад был в гостях у Филиппа Котлера, ему было 83 года. Он играл в теннис, он ездил на спортивном «Лексусе», он пил пиво, и он был… Ну, вы знаете, когда я приехал к нему, я думал, что я про маркетинг знаю, ну, 5% от того, что есть в мире. И Филипп мне показал, что я знаю 0,05% от того, что есть в мире. Он реально очень умный человек, и для меня вот встреча с ним была очень сильной мотивацией еще больше учиться, еще больше писать, еще больше начинать делать. И я думаю, что я буду такой же, ну, неугомонный и такой же, вот, не знаю, в хорошей интеллектуальной физической форме, и самое главное, я не буду останавливаться, вот, делать какие-то вещи. Но я могу точно повторить, что, наверное, вот деньги уже не будет для меня мотивация. Оставить след, отдать, оставить много учеников, дать, не знаю, какие-то знания предпринимателям, помочь им. Наверное, вот это будет моя задача. А какой идеальный день, распорядок дня? Вот если сказать, что завтра можно провести день так, как вы хотите. А это выходной или рабочий день? Давайте один рабочий, один выходной. Выходной в идеале, конечно, он должен быть не в Москве. Ну, то есть он не на даче, не в Москве. Это вот идеальный выходной для меня это на выезде. Потому что вот именно на выезде ты максимально отдыхаешь, у тебя очень много впечатлений, ты можешь что-то посмотреть. Вот я, к сожалению, очень часто не совпадаю с поездками там с семьей. У меня буквально две недели назад супруга и дочь были в Казани, просто школа ездила сюда. И им очень понравился Казань. Вот у вас еще город какой-то небольшой есть. Иннополис? Нет, нет, нет. Свияжск? Свияжск. Они были там, и они в большом восторге. Но вот мы поедем в Санкт-Петербург, мы были сейчас в Вене с супругой. И вот для меня вот такой идеальный выходной день это когда мы на выезде. Потому что вот ты не можешь взять компьютер, ты видишь других людей, ты видишь какие-то новые впечатления, у тебя другая кухня. Вот это для меня идеальный выходной день. Выходной, идеальный рабочий день. У меня три рабочих дня. Первый рабочий день я работаю дома. И второй рабочий, идеальный, ну, второй график рабочего дня я сейчас как вот на выезде. И третий, это тогда, когда я разрываюсь между работой дома и встречах, или, скажем, выхода в город и в офисы. Ну вот если мы возьмем, предположим, идеальный день, когда я только-только работаю дома, я думаю, что он будет такой. Вот очень-очень много сделать, при этом успеть сходить на фитнес и вечером посмотреть какое-нибудь кино. Это вот для меня будет идеальный день. Но еще раз, вот ключевое, чтобы, оглядываясь в день, я мог сказать, что вот все, что у меня было в плане, я все сделал. А планы у меня очень большие. Игорь, вы удивительно заряжаете энергией всех своих слушателей. Я уверен, что и наши телезрители после просмотра этой программы смогут поставить себе цели и сделать первые шаги. Я вам благодарен за встречу и визит в Казань. А я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. С вами был Айдар Абулатов. До свидания.